Для времени рождественских святок на улице российских городов сегодня немноголюдно. Массовые мероприятия не проводятся, таковы противоэпидемические требования. Рождество Христово многие отмечают семейным кругом, шумные гуляния отменены, и это скорее повод найти время для домашней молитвы. Согласно церковному уставу, святки это время радости и особой молитвы. Для этого написано множество канонов и акафистов, которые изданы многомиллионными тиражами. И размещены в сети интернет, достаточно иметь компьютер или любое мобильное устройство. С его же помощью можно навестить и поздравить родственников в любом уголке земного шара и пригласить домой исполнителей народных традиций. За время новогодних каникул заболеваемость в Самаре снизилась. Как не допустить новой вспышки, обсуждали накануне праздника на заседании городского штаба по противодействию коронавирусной инфекции. Все храмы были открыты для верующих, особый контроль за соблюдением мер Роспотребнадзора. Очень надеюсь, что люди все-таки будут помнить о необходимости социального дистанцирования, ношения масок. Еще в Сочельник храмы Самарской епархии продезинфицировали. Помимо рождественских елок, помещения обеспечили санитайзерами и разметили для социального дистанцирования. Прихожанам старше 65 лет рекомендовали остаться дома. Это общие пожелания властей и светской, и церковной. В праздник Рождества мы будем слышать в храме такие слова. Страха же вашего не убоимся, не же смутимся. Не должно быть страха. За исключением только другого очень важного понятия – страх Божий. Конечно, надо воспитывать людей, прививать сейчас такой образ мысли и такой образ действий, который бы минимизировал самую возможность заразиться. Но и в данном случае, обращаясь к людям верующим, хотел бы сказать – не надо искушать Господа Бога Твоего, как сказано в заповедях. В день Рождества Христова трансляции были организованы на многих телеканалах и интернет-ресурсах. Центральным местом торжеств в Самаре стал самый статусный Софийский собор. Богослужение здесь провел митрополит Самарский Новокубышевский Сергий. Рождество – самый значимый из двунадесятых церковных праздников – события, разделившие человеческую историю на две эпохи. Важно сегодня проникнуться тайной, это явление Бога в мир и услышать этот голос. Проникнуться в его, прежде всего, любовью, почувствовать его божественный мир, пробудиться любовью, милосередием и состраданием к ближнему. С Рождеством Христовым самарцев поздравили губернатор Дмитрий Азаров и глава Самары Елена Лапушкина. Вместе с россиянами праздник отмечают 7 января также поместные православные церкви, исторически наиболее близкие русской. Это грузинская, сербская, иерусалимская, польская и финляндская. Но так или иначе, Рождество приходит в каждый дом в виде новогодней елки, праздничного стола и времени новой эры, в которой все мы живем. А в дореволюционной России этот праздник был днем всенародного ликования, независимо от национальности и вероисповедания. Так же, как в наши дни, 9 мая, в сочельник 1812 года был утвержден манифест окончания Отечественной войны. 7 января отмечено в календаре Русской Православной Церкви как день избавления России от нашествия галлов, иначе говоря, полного разгроба армии Наполеона. Праздник был установлен на Рождество по указу императора Александра I, незаслуженно забыт в 20 и 21 веках. И вот теперь, в честь Дня Победы в Отечественной войне 1812 года снова звучит радостный колокольный перезвон. Олег Зверев, Константин Головин. События.